1708 человек по своей вине не доехали до нужной остановки. Такова статистика результатов рейдов за текущий год. Антимасочников не только высаживают. На нарушителей масочного режима с начала этого года составили 194 протокола. Сотрудники профильного департамента совместно с полицейскими и контрольно-ревизионными службами провели 532 проверки. Следят за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм ежедневно. Проверкой охвачены все виды общественного транспорта во всех районах Самары. Эффект от таких мероприятий в том, что большинство людей, а большинство людей все-таки это законопослушные граждане, они стимулируются к тому, чтобы соблюдать установленный режим ношения масок в общественном транспорте. На сегодняшний день, независимо от того, привился гражданин или не привился, или гражданка, житель города, масочный режим, он обязателен для всех. Как показала сегодняшняя проверка, большинство пассажиров прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей. Следует постановлению губернатора о масочном режиме в общественных местах и пользуется средствами индивидуальной защиты. И все бабушки у нас соблюдают режим масочный. Ну как же, это честность, порядочность, это совесть, понимаете, должны уважать мы и себя, и всех окружающих. Поэтому я всех призываю, маски, прививки давайте делать. Прививочная кампания среди персонала перевозчиков продолжается. Вместе с тем для водителей и кондукторов регулярно проводят инструктажи о необходимости использования пассажирами средств индивидуальной защиты. Автобус не начинает свой путь, пока все в салоне не будут в масках. Таких пассажиров не обелечивают. Я людям объясняю, что им нужно одевать маски, всем объявляю. Они все слышали, что должны маски здесь, объявления тоже. Особое внимание и к самим сотрудникам транспортных предприятий. Если в ходе рейса наши сотрудники, кондуктор в первую очередь, сняла маску, либо спустила ее на подбородок, об этом мы узнаем от наших пассажиров уважаемых. Они нам сообщают эту информацию на горячую линию, которые, телефоны, которые размещены в нашем подвижном составе. В конце смены проводится служебная проверка. По итогам этой служебной проверки наш экипаж будет наказан, привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме проверки наличия масок, контролеры следят и за тем, чтобы в общественном транспорте не было пассажиров без билетов. Также в период пандемии весь подвижной состав регулярно дезинфицируют. Эта работа организована круглосуточно для снижения рисков инфицирования. Салоны, машины, вагоны обрабатывают специальным раствором. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству. Так, после зимы уже тщательно отмыли 60% общественного автотранспорта. До конца апреля генеральная уборка завершится во всех предприятиях транспортной отрасли. Но мойка и дезинфекция, согласно регламенту, продолжатся. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.